Создание новых рабочих мест, вопросы экологической безопасности, развитие социальных проектов, направленных на защиту граждан. Уже в ближайшем будущем Самарск область ждут позитивные изменения. На первом региональном форуме «Единая Россия» обсудили не только новые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства. Особое внимание парламентарии уделили волонтерскому движению и участникам всероссийской акции «Мы вместе». Волонтер Ирина Долгополова, несмотря на свой юный возраст, девушки 21, полна идей и говорит, что уже готова стать депутатом Государственной Думы. Это большой опыт и возможность реализовать те проекты, которые сделает мой город лучше и всю Самарскую область. У нас профессиональная команда, она занимается напрямую проблемами людей. Вот эта пандемия, она особенно это показала. Наши волонтеры, я считаю, что это лучшие люди и лучшее поколение, независимо от того, сколько лет. Работа форума прошла на четырех тематических площадках, где обсуждались предложения по улучшению социального и инвестиционного климата региона. Для защиты жителей в коммунальной сфере в Самарской области будут развивать центр поддержки советов многоквартирных домов. Кроме того, партийцами предложено автоматизировать выставление коммунальных счетов и сделать договор с ресурсными компаниями более прозрачными. Это позволит избежать ошибок и намеренного завышения цен со стороны управляющих организаций. В числе приоритетных вопросов, также требующих решения, строительство дорог и создание новых рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем больше заработной платы, тем выше налоги, тем больше средств на социальные проекты. Нужно создавать кадровый потенциал. И прежде всего, чтобы молодые люди, чтобы работоспособное население не покидало наш регион. Особенно поддержал губернатор инициативу партийцев о контроле проектов по ремонту и модернизации учреждений здравоохранения. Первым объектом, который будет реконструирован в ближайшее время, станет поликлиника 7-й Самарской больницы. Возглавит проект партийного контроля ее главный врач. Я уверен, что сегодня каждый участник форума провел здесь время не зря. Отработали, дали содержательные предложения. Знаете, даже меня на некоторые подходы заставили взглянуть по-новому. Я уверен, что вместе мы добьемся результата. Лучшие из проектов стали частью стратегии лидерства Самарской области и были презентованы на пленарном заседании. На право стать кандидатами в депутаты Государственной Самарской губернадской думы сейчас претендует 322 человека. Отдать свой голос за каждого из них можно на сайте, адрес которого на экране. Ольга Павловна, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События. Сегодня...